В Сирии российская авиация за два дня совершила более 100 вылетов, поразив почти 300 объектов террористической инфраструктуры, сообщили Министерство обороны России. Нанесенный боевикам урон позволяет армии президента Асада развивать наступление. Кроме успехов правительственных войск, сегодня в заголовках новости, связанные с палачами ИГИЛ. Ликвидация одного подтверждена по итогам боев в районе Алеппо. С другим непонятно, настигла его ракета или нет. Обо всем по порядку из Сирии. Репортаж Михаила Акинченко. Очередной успех сирийской армии. При поддержке российской авиации освобожден город Эль-Хадер, который считался оплотом запрещенной в России группировки Джабхат Ан-Нусра. Правительственные войска продолжают наступать буквально по всем фронтам. Это лишь часть военного арсенала, который был захвачен у террористов. Помимо современного оружия, есть и такие вот самодельные минометы. Их называют еще адскими пушками. На самом деле, обычный толстый железный ствол, в который забрасывается такая же самодельная мина. Иногда она взрывается прямо внутри, как, видимо, случилось и здесь. Но чаще все-таки вылетают в направлении укреплений сирийской армии. Дальность до 5 километров. Впрочем, точно предсказать, куда попадет самодельный снаряд, практически невозможно. И иногда они падают прямо в жилые кварталы. Боевики, воюющие на западе Сирии против правительственных войск, теперь отрезаны от прежних баз снабжений и поставок новых вооружений. В небе над страной сейчас круглосуточно дежурят российские самолеты, готовые оперативно наносить удары по колоннам террористов сразу после получения достоверных разведданных. Один из самых жестоких палачей так называемой группировки «Исламское государство». На его счету, по меньшей мере, несколько десятков убийств, пленных сирийских солдат, а также мирных жителей, женщин и детей. Как сообщается, этого боевика уничтожили ополченцы одного из добровольческих отрядов, которые участвовали в успешной операции по деблокированию аэродрома Куверис, неподалеку от Алеппо. В то же время из Пентагона пришли новости о ликвидации еще одного террориста по кличке Джихади Джон. Впрочем, с оговоркой пока окончательной уверенности в этом нет. Военные сообщили, что беспилотник выпустил ракету по боевику, когда он садился в автомобиль. Спецслужбы за ним охотились с августа прошлого года после появления в интернете видеозаписи, на которой террорист лично убивает американского журналиста Джеймса Фоули. С тех пор о джихаде Джонни удалось узнать, что его настоящее имя Мохаммед Эмвази, он гражданин Великобритании, выпускник Вестминстерского университета, уехал в Сирию и вступил в группировку «Исламское государство». Впрочем, гораздо больший ущерб боевикам наносит не ликвидация отдельных, пусть даже и значимых фигур, а потеря огромного количества техники и вооружения, склады с которыми планомерно уничтожает российская авиация. За последние двое суток наши летчики совершили более сотни боевых вылетов. В результате ударов уничтожено 34 командных пункта и пунктов управления бандформирований, 16 складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, два завода по производству самодельных боеприпасов и начинения взрывчатых веществами оружия смертников, также уничтожено 3 лагеря или базы подготовки боевиков и нанесен удар по более чем 100 опорным пунктам боевиков и укрепрайонов. Кроме того, благодаря российским самолетам удается постепенно отрезать радикальных исламистов и от источников финансирования. Так сообщается, накануне была уничтожена автомобильная колонна с нефтью, которую боевики везли из Сирии в Ирак для продажи на контрабандном рынке. Михаил Акинченко, Вадим Денисов, Валерий Севастьянов, Виктор Аверин. Первый канал. Сирия.